Смотрите в выпуске! Летние веранды ресторанов на гостевых улицах Уфы оформят в едином стиле к юбилею столицы. Жители Башкирии могут написать гимн Уфы и выиграть деньги. С какими проблемами сталкиваются владельцы собак-поводырей? Ради Хабиров принял участие в работе Международного бизнес-форума «Мир возможностей». Его участники обсуждали перспективы сотрудничества стран БРИКС, а также возможности России в различных секторах экономики. Объединенный Арабский Эмират – это главный торговый партнер в арабском мире. И мы сегодня с удовольствием наблюдаем, насколько экономика Объединенных Арабских Эмиратов адаптируется к современным непростым вызовам и насколько она впитывает все современные технологические и инновационные решения. В рамках форума, который проходил два дня, обсудили экономические вопросы и провели ряд пленарных заседаний. На них главу Республики Башкортостан попросили высказаться о взаимоотношениях с ОАЭ, определив потенциальную область для развития между новыми партнерами. Нам, россиянам, представителям в данном случае мне, Республике Башкортостан, мы в течение буквально двух-трех лет ощутили, что такое на самом деле мир возможностей. Вы знаете, что вследствие определенных недружественных действий нам, по сути, пришлось перестраивать географию наших внешнеэкономических отношений, по сути, перестраивать экономический уклад. И я вам могу сказать, что мы здесь вполне успешны. Ради Хабиров отметил ряд схожих черт между Республикой и Объединенными Арабскими Эмиратами. Одно из решений, которое было озвучено в рамках форума – открытие представительства Башкортостана при торговом представительстве России в ОАЭ. Республика Башкортостан впервые получила стандарт качества халяль, нашего русскачества. То есть мы готовы поставлять продукции, которые считаются халяльной, и отвечают очень строгим и очень важным и для арабского мира стран критериям. Я попрошу наше министерство сельскохозяйства готовить бизнес-миссию, куда включить поставленных товаров для задителей, куда включить наше научное учреждение в сфере сельскохозяйства. И в истечении нескольких месяцев с этой бизнес-миссией приехать в судар, где уже попытаться организовать встречи B2B, и на вашем уровне уже провести переговоры, которые, может быть, проведут к определенному уже соглашению. Летние веранды ресторанов и кафе на гостевых улицах Уфы оформят в едином стиле к 450-летию столицы. Об этом на своей странице написал глава администрации Кировского района Уфы Эльвир Нурдавлятов. Решение было принято совместно с администрацией Советского и Ленинского районов. Рестораторам предстоит согласовывать оформление летних веранд с муниципалитетом. В договоре должны быть прописаны пункты, касающиеся площади летников. Также веранды не должны загорашивать пешеходную зону. Договор нужно заключать через Министерство земельных и имущественных отношений Башкирии. В прошлом году эти полномочия были у Управления наружной рекламы и информации Уфы. За январь и февраль 2024 года оборот в туристической отрасли Башкирии вырос на 20% в сравнении с прошлым годом. И составил больше 2 миллиардов рублей. Большая часть от общего оборота, 1,3 миллиарда, приходится на санатории, кемпинги, дома и базы отдыха. На втором месте гостиничный бизнес. Его оборот за два месяца в республике равен 500 миллионам. Турагентства и туроператоры заняли третье место. И за два месяца оказали услуги в сфере внутреннего туризма на 400 миллионов рублей. Рост оборота в отрасли связан с общим развитием туризма в регионе, уточнил министр предпринимательства и туризма республики Рустем Авзалов. Также он сообщил, что Башкирия становится более привлекательной для туристов. Но вот директор компании Скорбенко Менеджмент Сергей Скорбенко сообщил, что причиной роста показателей мог быть не только рост турпотока, но и инфляция, пишет РБК Уфа. По его словам, стоимость проживания в отелях в Башкирии с 2023 года выросла на 18,5%. Такая тенденция наблюдается по всей стране. По словам эксперта, заметный рост турпотока в Башкирию можно ожидать в майские праздники. Для многих туристов республика остается терра инкогнито. И региональные власти сейчас пытаются продвигать республику на федеральном уровне. 100 тысяч рублей за гимн городу. Именно такой конкурс решили организовать в Управлении по культуре и искусству Уфы. Нужно сочинить текст и музыку для нового гимна столицы. И отправить слова и партитуру вместе с анкетой участника-организатором. Участвовать в конкурсе, воспевая Уфу, могут как профессионалы, так и любители. Согласно требованиям, текст песни должен иметь высокий поэтический уровень, отражать историю и индивидуальность города, а также красоту его мест. Полагается, чтобы гимн был понятен для людей всех возрастов. Кроме того, если текст будет написан на башкирском языке, то необходимо предоставить перевод на русский. Главными задачами конкурса назвали воспитание патриотизма и выявление новых, одаренных авторов и композиторов. По словам организаторов, призовой фонд составляет 100 тысяч рублей. Заявки для участия принимаются до 1 июня включительно. Мэрия Уфы закупит мебель для администрации на сумму более 10 миллионов рублей. Соответствующие данные появились на сайте госзакупок. Всего исполнитель должен изготовить 8 наименований из собственных материалов. В их число входят два разделительных барьера для зонирования помещения. Их установят за последним рядом столов депутатов. Другая позиция – стол для совещаний из древесно-волокнистой плиты, облицованный натуральным шпоном ценных пород дерева, с инкрустацией и резным декором из массива дуба. Также администрация хочет закупить два шестиместных стола и шесть восьмиместных столов для заседания. Кроме этого, поставщик должен изготовить две трибуны, 60 конференц-кресел для депутатов и 13 конференц-кресел для президиума. Они должны быть на каркасе из березового шпона с мягким сидением, эргономичной спинкой и фигурными подлокотниками. Уфимка впервые в истории шахмат стала молодым мастером файт. Международный статус получила 15-летняя шахматистка уфимского клуба «Талпар» Лейла Тибермакова. Многочисленные победы на чемпионате Азии и чемпионате страны в своих возрастных группах принесли свои долгожданные плоды, отметил министр спорта Башкирия Руслан Хабибов. Ранее мы пообщались с ней лично на одном из показательных турниров. Это действительно очень тяжело, так как шахматы – это ты, когда немного-понемногу выигрываешь. То есть очень редко такое, что ты сразу получаешь выигранную позицию, поэтому ты потихоньку-потихоньку переигрываешь где-то соперника. И поэтому, когда ты уже чувствуешь, что выигрываешь вот-вот уже совсем скоро, то это очень такие приятные ощущения сразу, то есть ты кайфуешь от этого. У Элли Тибермаковой всего 15 лет. Она стала самой молодой шахматисткой в истории республики, получившей подобный высокий международный статус. Вообще у меня в конце года будет чемпионат мира по классическим шахматам в моей возрастной категории. Я думаю, что я должна там забывать призовое место обязательно. Перед этими четвероногими открыты все двери. И дело здесь не в породе, а во владельце. Собак-поводырей можно назвать и собаками-проводниками для их слабовидящих хозяев. Ежегодно в последнюю среду апреля во всем мире отмечают день этих восстатых помощников. В столице Башкирии к этой дате прошел фестиваль «Законное право на жизнь 2.0», на который приехали члены клубов собак-проводников, незрячих людей из разных регионов. Реализовали его в рамках гранта главы администрации Уфы. Когда мы задумывали грант, это у нас было однодневное обучение для владельцев собак-проводников, чтобы они научились оказывать ветеринарную помощь своему питомцу. И вот в рамках подготовки наш проект масштабировался на двухдневный фестиваль. К нам приехали участники из других регионов. Челябинск, Самара, Москва, Орел. Насыщенная программа фестиваля началась с официальной части. В здании евразийского НОЦа прошел круглый стол, на котором обсуждалось, как в регионе на законодательном уровне можно поддержать владельцев собак-поводырей, выяснилось, что на содержание этих четвероногих выделяется всего 30 тысяч рублей в год, в то время как затраты превышают 100 тысяч. Задача парламентария в этом году еще раз посмотреть, насколько в полной мере исполняется законодательство, как федерально и регионально, в отношении людей с инвалидностью, с тем, чтобы подготовить поправки или в законы, или нормативные акты, которые помогают людям с инвалидностью жить как можно комфортнее. Еще недавно незрячих не пускали в общественный транспорт и магазины вместе со своими питомцами. Ситуация улучшилась, но иногда все же случается недопонимание. Чтобы искоренить такие моменты, существует социальный проект с названием «Бутылка кефира – полбатона». Магазин, доступный всем. Суть проста – создать условия для самостоятельного посещения магазинов незрячими и слабовидящими людьми. После этих слов сняли напряжение сотрудницы магазина, надев на нее повязку на глаза и вручив трость. В другую руку она взяла шлейку и отправилась изучать свой же магазин уже в новой роли. Будем надеяться, что после такого опыта в этом магазине всегда будут рады владельцам собак-повыдырей. А буквально через дорогу проходил конкурс «Профессионал своего дела» на улицах города. Он призван помочь владельцам наладить контакт со своим питомцем. Сейчас мы, например, отрабатывали такую импровизированную полосу препятствий. То есть это живые городские условия, живые городские маршруты, на которых могут встречаться различные препятствия. И вот с несколькими владельцами собак-повыдырей мы сейчас прошли, посмотрели, как собака работает. Если собака что-то пропускает или что-то делает не так, как ее учили, то мы напоминали и собаке, и владельцу, как правильно и грамотно работать. Тем временем в библиотеке для слепых владельцам собак-повыдырей рассказывали, как помочь своим четвероногим друзьям, если у них будут проблемы со здоровьем. Кроме консультаций от ветеринаров, участники фестиваля получили в подарок аптечки. В основном собаки-повыдырей, судя по нашему мероприятию, это примерно от 20 до 30 килограмм. Чаще всего это лабораторы, либо овчарки бывают. Бывают и другие животные тоже. То есть что у нас здесь обозначается? Капелька – это кровоточащие раны, то есть повреждения кожи, например. Цветочек – это аллергические реакции. Хосточка – это пищевые какие-нибудь проблемы, типа отравления, при рвоте, при диарее. И треугольник – это химическое отравление, то есть какой-то химикат животное скушало. Такая аптечка специально была подготовлена для владельцев собак-повыдырей. Но как незрячий определит, то ли лекарство он взял. Здесь на помощь придет тифломаркер. В их приобретение помогла компания Уфанет. Оранжевый провайдер выступил партнером мероприятия. Мы не обошлись без дополнительного софинансирования. И очень благодарны нашим партнерам. Нас поддержала компания Уфанет. Мы смогли докупить тифломаркеры для, в том числе, и приезжих гостей. Такое оборудование сильно облегчит быт инвалидов по зрениям. Наклейка «Тифлометка». Наносится на необходимый предмет или емкость. А после ей присваивается наименование. Запись сообщения активирована. Красный помидор. Помидор. Вот она, значит, записала. Запись сообщения активирована. Банка меда. Банка меда. Помидор. Банка меда. Помидор. Вот она примерно так работает. В конце первого дня участникам вручили подарки и памятные сувениры. Завершился фестиваль обзорной экскурсии по Уфе и посещением Национального музея Башкирии. Андрей Шарыгин, Андрей Шуняев и Нургиз Газимулин. Телеканал ЮТВ. Субтитры создавал DimaTorzok. Субтитры создавал DimaTorzok. Субтитры создавал DimaTorzok. Субтитры создавал DimaTorzok